Музыка Насчет поползать, вот он легко. У нас проблема, что он не понимает, что надо делать с руками. Ползание для 4-летнего Леши Цзевинис – достижение. Отталкиваться ручками и ножками, чтобы преодолеть хоть и небольшое расстояние, он научился год назад. Развиваться наравне со сверстниками малышу мешают сразу два сложных диагноза – ДЦП и эпилепсия. Из-за болезни голубоглазый мальчишка не разговаривает и может только улыбкой показать маме, что ему нравится. Наконец-то мы достигли такого, что у него уже хотелки появились, и именно уже стремление самому двигаться. То, что касается нравится-не нравится стоять, ну стоять-то ему нравится, но он же зафиксирован. Это, конечно, некоторый дискомфорт. Ну и естественно, что сам, чтобы поставил и бросил, боже упаси, то есть надо, чтобы с ним постоянно разговаривали. Стоять Леша начал месяц назад. Врачи Санкт-Петербурга специально для малыша изготовили аппарат на нижние конечности. В нем ножки надежно зафиксированы, поэтому их мышцы расслабляются. Пока удается простоять несколько минут. К ноябрю Леша должен проводить в нем по 6 часов. Еду, еду к бабе где-то, на лошадке в красной шапке, по ровной дорожке, на дно и ножке. Таких песенок и стишков мама знает несколько сотен. Ими веселит сыночка. Правда, времени на это не всегда хватает. С 8 месяцев их распорядок дня расписан по минутам. Сразу после завтрака занятия с логопедом, дефектологом, бассейн, массаж и лечебная физическая культура. Пока малыш спит, мама работает. Благо удается это не выходя из дома. Она единственная кормилица семьи. Кроме Леши, у Юлии еще трое детей. Папа ушел 2 года назад, но женщина смогла не опустить руки. Мы же в 16-м году, говорю, уже действительно на грани были. Вот что делать? Вот до такой степени безысходность. А эти приступы, они с каждого дня все больше и больше. И они по качеству все хуже и хуже. У него-то он в колобок как бы сворачивался, потом еще трясучка добавилась. И вот нам помогли. И процесс, то есть мы вот из тряпочки, никакой просто тряпочка, вот уже достигли вот таких вот результатов. Добиться результатов удалось не без помощи горожан. В 2016-м благодаря неравнодушным благовещенцам семья собрала 50 тысяч на обследование в Новосибирске. Мальчика показали одному из лучших эпилептологов страны. Спустя год земляки снова собрали 60 тысяч на курс кинозеотерапии. Сейчас многодетная мама просит помощи в сборе 200 тысяч рублей на поездку в Санкт-Петербург. Там проведут обследование, скорректируют аппарат для ножек. Участие в судьбе малыша может проявить каждый.